Сегодня и завтра в Казани пройдут Дни культуры Костромской области. О том, какие события и мероприятия ждут нас в эти дни, говорим с директором Департамента культуры Костромской области Еленой Журиной. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, Елена Викторовна, ну в первую очередь рады приветствовать вас на татарстанской земле. Спасибо, очень рада здесь сегодня находиться. Да, спасибо. Ну теперь давайте, в общем-то, поговорим о том, с чем вы приехали. То есть это выставка, концерт, спектакль, все обещает быть очень интересным. Вот давайте об этом поподробнее поговорим, о каждом мероприятии. Мы привезли выставку «Искусство Костромской земли». Считаем, что эта выставка очень уникальна. Она состоит как бы из двух направлений. Это гобелены, потому что Кострома известна как льняная столица России и ювелирное искусство. Кострома также является ювелирной столицей Российской Федерации. У нас находится более 800 производителей ювелирных изделий. И 80% ювелирных изделий производится в Костроме. Поэтому на этой выставке будут представлены искусство ткацкого производства, то есть льняные гобелены и ювелирное искусство. Выполнены в различной технике. Это и скань, это и эмаль. То есть все возможные обработки металлов из золота и серебра будут там представлены. Это все современные работы? Или может быть есть... Нет, нет. Это разного производства, разных годов, начиная с 18-го столетия и уже современного. То есть это как музейные экспонаты можно считать даже? Да, конечно. И можно проследить историю развития ювелирного искусства. Да, но наши мастера сохраняют все традиции, поэтому как раз если посмотреть ювелирные изделия 18-го года, 18-летия, многие элементы можно увидеть уже в современных изделиях. Интересно. Ну и гобелены, да, поподробнее про них. Тоже историческая традиция глубокая? Ну, лен исконно выращивался в Костромской губернии, и это считается, можно сказать, таким брендом в Костромской области. У нас находились очень... и сейчас находится очень много льняных фабрик, и известная Третьяковская галерея Павел Третьяков зарабатывал деньги на свои картины именно на Третьяковской фабрике, которая находилась и сейчас находится в Костромской губернии. Поэтому лен у нас исконно и выращивался, и обрабатывался. А гобелены, на гобеленах представлены разные образы и Костромы, и живопись, значит, и различные мотивы народные. Причем гобелены выполнены разной техникой. То есть это грубый лен, это обработанный лен, да, это суровая нить, и уже более такая... Да, но мне кажется, все-таки, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Лучше все увидеть, поэтому мы всех, касательно, приглашаем на нашу выставку. Приходите, смотрите, удивляйтесь, и вы почтаете уже вы себя здесь. Отлично. Теперь перейдем к другому виду искусства. Концерт. Что представим на концерте? Мы привезли два коллектива. Это коллектив Кустановского старственного ансамбля народных инструментов под управлением Владимира Ивановича Сорожкина. Это старейший коллектив, уже выступающий многие-многие годы. И антографический коллектив неревских рожечников. Это очень интересное направление. Да, вот поподробнее об этом. Да, почему неревские? Потому что у нас есть город Неревта в Костромской губернии, где исконно, значит, пастухи, выгуливая скот, играли на русских рожках. Вот эти традиции как раз пастушьих таких напевов, да, сохраняют данный коллектив. Значит, выступаю и, значит, у нас, и за пределами нашей губернии, и в других странах. То есть это профессиональные музыканты? Нет, это самодельный коллектив, но мы его отнесли к достоянию в Костромской области, потому что они сохраняют те традиции, которые исконно были на русской земле. Это очень интересно, когда наблюдаешь не за профессиональными артистами, да, а за людьми, которые живут этим, собственно. Да, там самая вот необычная какая-то профессия есть, которую вот трудно связать, может быть, казалось бы, с музыкой. Это рожечник, это направление такого творчества, и мы сейчас... Нет, это там не профессиональные музыканты, я имею в виду. Люди, наверное, где-то работают еще? Ну, да, они, конечно, работают, но основное они все равно уделяют вот этому направлению, да. Хотя коллектив-то самодеятельный, поэтому он не кустарственный, да. Но все-таки немножко они уже, да, переквалифицировались в сторону, так сказать, искусства, творчества, да. Да, да, причем у нас уже на протяжении 3 года, как в Костромской области, проходит фестиваль рожечной музыки, который притягивает не только теперь исполнители уже и из наших губерний, да, но и за рубежом, оказывается, есть много людей, увлекающихся игрой на рожках. Ну, рожки в разных вариациях, да, Светлана Недостович, как музыкант, разные есть по всему миру. Причем они разного размера, начиная от маленького рожка и заканчивая рожком полтора метра. Так, ну и еще есть одна активность, спектакль. Что будем представлять, что можно посмотреть? Мы привезли спектакль, значит, по произведению Александра Николаевича Островского, нашего государственного областного театра имени данного, значит, нашего драматурга Александра Николаевича Островского. Как раз спектакль Островского называется «Не был ни кроша, да в руку алтын». Спектакль и сам театр у нас являются тоже, можно сказать, историческим, потому что в этом году нашему театру исполняют 210 лет, и в этом году исполняют 95 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. Это классическая пьеса, где Островский своих героев проверяет деньгами. То есть кому-то дает очень много денег, кому-то не дает. Ну, все как в жизни. Жизни, да, для кого-то это способ изменить свою жизнь в лучшем направлении. Ну что ж, мы желаем удачи всем артистам, которые будут выступать. Да, и всем зрителям, которые это увидят. Да-да-да, мы знаем, что еще и рабочие, да, очень важные составляющие есть. Да, кроме того, у нас приехала делегация руководителей органов культуры и муниципальных образований Костромской области. Они здесь встречаются со своими коллегами, ездят по республике, смотрят. И обмениваются культурным опытом. Да, обмениваются. Задача такая, значит, меняться опытом и здесь и у себя обретить самое лучшее начинание. Ну, желаем вам в этом успехов. Спасибо, я пользуюсь случаем приглашаю всех казанцев сегодня прийти на наши выступления и окунуться в творчество Костромской губернии. Спасибо большое.